Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 марта. Память Святого Отца нашего Ефимия, архиепископа Новгородского. Родители Блаженного Ефимия жили в Великом Новгороде. И отец его, бывший священником, при церкви Святого Феодора, носил имя Михея, а имя матери его было Анна. Софитавшись с законом браком и проводя жизнь в честном супружности, они не имели детей и сильно скорбели об этом. В скорби свои они усердно молились Богу и при чистой Богородице о разрешении их неплодству. И их молитву услышал Господь. Анна зачала и родила сына, которым и был всей Блаженной Ефимий. Вскоре после рождения младенец был крещен, и при святом крещении ему дано было имя Иоанн. Он был еще в пеленах, как родители принесли его в тот храм, где молились о даровании им детяти. И положив его перед образом Божьей Матери, сказали, царица и владычица, вот мы принесли тебе того, которого ты даровала нам. По слову, которое вскорь без сердца изрекли уста наши тебе, как царица и владычица, мы отдаем дитя наше. Устрой его жизнь, как сама пожелаешь. Теперь же мы берем его к себе, чтобы оно пребывало с нами, в доме нашем, так как младенец не может жить без матери. При содействии благодати Божьей младенец успешно возрастал, и когда наступило время, родители отдали его в научение божественным книгам, прославляемые в Святой Троице Бог, всем людям желающим спасения. Даровал отроку Иоанну остроту ума, и он с успехом изучил божественное писание. Во все время своего обучения он не предавался никаким иным занятиям, кроме тех, которые приводили его к размышлению о предметах божественных. И когда достиг пятнадцатилетнего возраста, то воспылал любовью к Богу и пожелал отречься от мира и принять иноческое звание. Он не знал, к чему приведет его это звание, так как определения Божьи непостижимы. Но благое желание свое старался непременно исполнить, и Бог, видя с высоты все имеющее совершится с ним в будущем, что, как видно из настоящего повествования, в свое время и совершилось, в скором времени действительно исполнил его желание. Один инок по имени Ефросин и два другие инока, Игнатий и Галахион, посвятившие себя на служение Богу, задумали подвязаться в уединение и решили приискать удобное для этого место. Вскоре такое место было найдено, называлось оно Вежище, и кроме леса и болот ничего другого не было на нем. Когда иноки пришли к этому месту, то ощутили в воздухе какое-то благоухание, и сошли это не за простое явление, а за особое указание божественного промысла. Они построили здесь часовню во имя святителя Христова Николая, а потом соорудили и кельи для себя. Вскоре пришел к ним священник по имени Пимен и пожелал жить и подвязаться вместе с ними. Тогда по общему согласию они построили деревянную церковь во имя того же святого чудотворца Николая. И стали проводить постническую жизнь. Много бедствий вынесли они от тамошних жителей, в особенности же от одного вельможи, который по внушению дьявола не желал, чтобы вблизи его проживали монахи. Но чудотворец Николай, нигде не оставляющий в нужде обители, посвященные его имени, когда с верой о том молятся ему, всегда доставлял пропитание и этим инокам. Вскоре случилось, что у вельможи, жившего вблизи обители, образовался на ноге злокачественный нарыв, от которого он сильно страдал. В болезни своей он опомнился и обратился с молитвой помощи к святому чудотворцу Николаю, после чего отправился в обитель его и, помолившись тут, получил исцеление. Благодарный за это исцеление, он подарил обитель участок земли, который до сего времени находится вблизи ее, и с тех пор с благоговейной верой стал чтить монастырь святого Николая. После этого по благодати Божией, по молитвам святого Николая Чудотворца, число иноков в обители стало умножаться, и выше поименованный Пимен, первый священный инок обители, стал и игуменом ее. К нему-то по устроению божественного промысла и пришел блаженный отрок Иоанн, прося его совершить над ним иноческое пострижение. Пимен увидел отрока, принял его, как посланного к нему самим Богом, постриг его выночество и дал ему при этом имя Ефимия. Это событие, совершившееся по воле Божией, направлено было божественным промыслом к тому, чтобы через Ефимия еще более прославилась обитель, что со временем и произошло. Проживая в монастыре, преподобный Ефимий оказывал во всем такое строгое повиновение, настоятелю своему и братье, что вызывало общее удивление, а также и похвалу за то, что, будучи в таком юном возрасте, обладал умом многолетнего мужа. Посему до поставления в пастыре все узнали в нем будущего пастыря, и прежде достижения совершенного возраста он стал для всех руководителем выноческой жизни. Когда преподобный Ефимий приобрел такую известность в своей обители, то узнал о нем и архиепископ Симеон, призвав его к себе и видя, что он исполнен добрых намерений и искусен в слове, горячо полюбил его и, несмотря на то, что он не хотел оставлять своего монастыря, поручил ему заведовать церковным имуществом. Приняв на себя новые обязанности, преподобный Ефимий продолжал нести свой иноческий подвиг и ничем не отступал от исполнения правил монашеской жизни. Спустя несколько лет владыка Симеон после достойного управления церковью отошел ко Господу, переселившись в вечную блаженную жизнь, и на архиерейский престол Новгорода был возведен после него Ефимий. Тогда преподобный Ефимий удалился в монастырь святого Спаса, называемый Хутынью, и остался в нем на жительство. Но по прошествии некоторого времени, по просьбе стартов монастыря Пречисты, находившегося на Лисии горе, он поставлен был игуменом в этого монастыря, где начальство над иноками всем им подавал совершенный пример для назидания, так как ко всем был милостив и вместе с тем ко всем относился почтительно. Вскоре после этого Всенародное собрание Великого Новгорода пожелало избрать его для поставления на новгородский архиепископский престол и включило его в число других избранников, не зная того, что еще от юности. Он призван был к епископскому служению, как написано у пророка, «Несоделанные мое видиство, отчи мои». И так как апостол говорит, что всякая власть поставляется от Бога, то как человек может получить ее, если она не будет дана ему свыше? Это исполнилось и на преподобном Ефимии, запечатав жребий избранных, Народное собрание и духовенство Великого Новгорода принесло их в соборный храм Святой Софии и положило на престоле. Что касается жребия, то это было делом человеческим, но то, кому из избранных занимать такой высокий престол Божий, указано было тем, что совершилось после. По суду, по воле Божию, жребий пал на Ефимия, чтобы ему обладать этим престолом. После всего новгородцы с радостью отправились к преподобному и в самый день памяти святого Иоанна Златоустого почестями ввели его в храм Святой Софии. Долго при этом преподобный Ефимий отказывался и не хотел принять архиепископство, ссылаясь в особенности на то, что считает себя недостойным такого высокого сана. Но так как он не мог противиться суду Божию, то и подчинился, наконец, воле избравших его. Это доставило великую радость всем жителям Новгорода, так как все считали его вполне достойным величием архиепископского сана. Однако после своего избрания преподобный Ефимий оставался в иноческом звании, так как посвящение его было затруднено тем, что в то время не было на Руси митрополита. По смерти митрополита Фотия, последовавшей 1 мая 1431 года, кафедра митрополита в Москве, если не считать кратковременное управление Исидора, была праздной до 1448 года. Пробыв непосвященным более 4 лет, и от него принял рукоположение в стан архиепископа. Преподобный Ефимий управлял новгородской епархией, не имея епископского сана, с 1429 до 1434 года. Управлял епархией до посвящения в сан епископа, было в обычае в Новгороде. Так Иоанн, непосвященный в епископа, управлял 8 месяцев и актист, и Моисей по году Климент 2 года, а владыка Феодосия и скончался, не будучи посвящен сан епископа. Пробыв непосвященным более 4 лет, он отправился в город Смоленск, когда находился там киевский сияруси митрополит Герасим, и от него принял рукоположение сан архиепископа. И здесь преподобный Ефимий привел всех в удивление своим умом и рассудительностью. Так что даже сам митрополит выразил удивление и с похвалой отозвался об уме его. После посвящения владыка Ефимий с великим почетом возвратился в свой кафедральный город Великий Новгород и вступил в полноправное управление своей пастою. Сознавая все величие принятого на себе сана, он предался подвигам своего служения еще с большим усердием, чем нес их до своего посвящения. Помню слова Писания. Ему же дано будет много, много зыщется от него. Поэтому трудами своими он старался принести плоды по Евангелию не в 30 или 60, а во 100 крат. Прежде, когда он еще не принял высокого святительского сана, он имел заботу только об одной душе своей. А теперь, когда стал епископом, явилась потребность заботиться уже о душах многих, чтобы можно было с дерзновением сказать Господу владыке, «Вот я и дети, которых дал мне ты». Помышляя об этом и о многом другом в любомудренной душе своей, преподобный Ефимий ощущал в сердце своем большое смущение, но все возлагал на Бога, и надежды его не посрамил Господь, которому да будет слава теперь всегда и вечно. Преподобный Ефимий скончался 10 марта 1458 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова